Добрый вечер, друзья! Сегодня я покажу, как изготовить оригинальную и очень практичную самоделку. Изготавливать ее я буду на вот таком отрезке стеклотекстолита. Но для начала мне предстоит изготовить так называемую качельку, которая будет приводить все устройство в действие. Изготавливать ее я буду из вот такой стальной пластины и разрезанной на две части круглой гайки. Вполне можно использовать и шестигранную. Извините, женщина. Предварительно залудил оба элемента и спаиваю их вместе. Следы пайки, а также все прочие неровности удаляю с помощью надфиля и прочих специальных инструментов. Сразу же, для возможности закрепления полученной детали, сверлю отверстие и нарезаю в нем резьбу М4. Далее потребуется пружина растяжения. Вкручиваю в нее два винта. Шляпки винтов отрезаю. За камерой я выполнил технологичный паз. Вскоре вы поймете его целевое предназначение, а также насилил несколько дополнительных отверстий. В соответствующее отверстие устанавливаю винты М2. Питание устройства будет осуществляться посредством USB. А для индикации будет использоваться красный светодиод. Далее устанавливаю декоративную фальшпанель. Фиксирую ее с помощью клея. Отрезок нехромовой проволоки, сложенной вдвое, наматываю между контактами. Для того, чтобы исключить вероятность травматизма, устанавливаю небольшое защитное алюминиевое колечко. На кольцо закрепляю еще и защитный экран. Следующим этапом является установка качельки. Нагреватель выгибаю таким образом, чтобы он был примерно по центру вот этого окошка. Принцип действия очень прост. Нажимая на рычажок, мы тем самым замыкаем контакт и электрический ток протекает через спираль, что приводит к ее нагреванию. Выглядит это следующим образом. Я думаю, вы поняли, в чем суть проблемы, с которой я столкнулся. Короче, в 3 часа ночи у Антохи нет ни спичек, ни зажигалки, ничего, что может воспроизвести огонь. А чаю хочется и кушать хочется. Но идти в 3 часа ночи к соседу по спичке не вариант. И переться в ночной магазин круглосуточный по заснеженному неосвещаемому городу тоже не вариант. Пришлось включить все свое техническое умение, все свои технические знания и все усилия направить на изобретение чего-нибудь эдакого. Я думаю, получилось. Зато можно брать где-нибудь на природу, не требует газа, не боится воды, не боится ничего. На случай апокалипсиса самое то. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку, но посран. Пока.